Когда мы что-то дарим, мы понятно, что что-то от себя отдаем. Есть с этим согласие, да? То есть что-то отдаем. И это каждый понимает. Потому что каждый тоже когда-то дарил подарки, он тоже что-то такое делал. И особенно когда к этому прикладываешь усилия, обдумываешь подарок, тратишь время какое-то, это все становится более ценным. И вот очень важная мысль, которая заключается в том, что подарок не обязывает никого, ну правильный подарок. Он просто делает так, что человек сам хочет, сам хочет помочь. Он не чувствует себя обязанным. То есть это их идея, их. То есть когда мы делали эти рассылки, там подарков, да, и продолжаем делать, сейчас покажу что-то, продолжаем дальше делать, мы вообще не задумываясь о том, какой будет результат. Мы просто знаем, что человек так устроен, что если он чувствует, что к нему хорошо относится, то он постарается что-то сделать, и это будет его идея. То есть это не то, что мы попросили. Видели, да, там я показал, как сразу сказали, вот заказ будет. Мы не опросили, но они как бы подумали, что как-то вот сделать что-то хорошее. И вот это главное правило, да, иначе ничего работать не будет. То есть если мы хотим, да, вот, и это большая ошибка, то есть, ну стараться получить что-то взамен. То есть правильное отношение такое, что мы не ждем ничего, мы просто делаем, потому что мы хотим сделать кому-то приятно, мы хотим позаботиться, мы хотим что-то, как-то облегчить жизнь человеку, как-то развеселить его, как-то поднять настроение, и все. А поскольку, ну вот, то, что я описал на прежнем слайде, работает, это обязательно потом вернется. Причем это совершенно не обязательно, что вернется от этого человека. Продолжение следует...